Добрый день! Это пятое видео из цикла обучающих видео по игре Command Modern Operations. И сегодняшняя тема – перехват вооруженных самолетов. Загружаем сценарий. Вводное сообщение. Доброе утро! Сегодня вы опять представляете командира авиабазы Ромат Давид на севере Израиля и узнаете, как атаковать вооруженные вражеские самолеты. В вашем распоряжении все те же самые самолеты, что были в предыдущих миссиях. И на различные самолеты загружены разные ракеты класса «Воздух-Воздух». Здесь приведен список этих ракет, и в нем они расположены по убыванию. От самой сильной к самой слабой. Давайте быстренько по ним пробежимся. АИМ-120С7. Ракета с универсальным ракурсом наведения. Система наведения DataLink на основной части курса и активным радарным наведением на терминальной стадии. Дальность действия – 60 миль. Питон-5 с универсальным ракурсом наведения, с нашлемной системой наведения и двухдиапазонной EGSN. Дальность действия – 15 миль. АИМ-7F Sparrow-3. Полуактивное радарное наведение до 55 миль. АИМ-9L SideWinder. С универсальным ракурсом наведения и двухдиапазонной EGSN. Дальность действия – 10 миль. Питон-3. Это более старая версия ракеты, с универсальным ракурсом наведения и двухдиапазонной EGSN. Дальность действия в два раза меньше, чем у Питон-5. Всего 8 миль. АИМ-9J SideWinder. Это тоже более старая версия SideWinder'а, с наведением в заднюю полусферу и инфракрасный ГСН. Дальность действия – 10 миль. Это самое слабое из наших ракет. А вот и сообщение о задании на эту миссию. У нас есть достоверные сведения о том, что сюда направляются несколько сирийских самолетов, чтобы сопровождать Ту-22МР с разведывательной миссией. Мы не хотим, чтобы сирийцы собирали разведывательную информацию об Израиле, поэтому нарушители должны быть уничтожены. Истребителем должна быть пара старых МиГ-21 Fishbet и МиГ-23 Flogger. МиГ-21 должны быть вооружены только ракетами АА-2 Атолл, российское название Р-13, и АА-8 Афит. Это ракета Р-60. Так что вы сможете легко их уничтожить. С другой стороны, мы думаем, что Flogger может быть вооружен ракетами АА-7 АПЕКС, которые имеют дальность действия 16 миль. Поэтому вы должны быть осторожны при его уничтожении. Начните с включения радара и запуска G-550 АЕВ. Пара слов о ракетах, которые здесь упоминаются. Р-13 и Р-60, которыми вооружены МиГ-21, это ракеты с инфракрасной ГСН и наведением только в заднюю полусферу. Р-23, она же АА-7, это уже ракета с полуактивным наведением. Я думаю, что мы сейчас сначала включим радары и, как нам рекомендовали, создадим миссию патруля для нашего самолета ДРЛО. Все, как обычно, делаем две точки, создаем миссию. Выбираем класс поддержка. Выбираем наши самолеты ДРЛО. Включаем у них радар. Вы только что обнаружили несколько самолетов. Это нормально. В этой части мира достаточно большой воздушный трафик. И поэтому вам нужно внимательно идентифицировать эти самолеты. Сейчас еще подробно остановлюсь на обозначении неустановленных контактов. Если мы выберем любой из этих самолетов, мы видим, что они обозначены как боги и какой-то номер. Вот, допустим, боги 370 с неизвестным курсом, с неизвестной высотой и неизвестной скоростью. Боги — это общее обозначение всех неизвестных нам воздушных контактов. По-английски боги — это пугало. Вот, и если мы видим боги, значит, это пока мы не идентифицировали тип самолета. После того, как мы его идентифицируем, у него название, соответственно, поменяется на какой-то другой тип. Тут есть разные стадии идентификации. Сначала мы можем идентифицировать какой-то класс самолета, то есть это коммерческое судно или это истребитель. Новое сообщение от создателя миссии. Мы нашли сирийские военные самолеты. Если у вас уже есть несколько истребителей в воздухе, направьте их, чтобы их поразить, а в противном случае запускайте их. Вы можете атаковать МиГ-21 ракетами малой дальности, такими как Питон-3 или Сайдвиндер, но против МиГ-23 вы должны использовать Спэрроу или Амрам АИМ-120. А А-7, она же Р-23, это ракеты с полуактивной системой наведения, поэтому даже если вы выстрелите в Питон-5 с максимальной дальностью 15 миль по МиГ-23, то когда он попытается уклониться от вашей ракеты, то ракета Р-23 потеряет наведение и сам уничтожится, в то время как Питон-5 будет по-прежнему удерживать захват цели, так как он имеет независимое от нашего самолета наведение. Вы даже можете попытаться поразить МиГ-23 ракетами малой дальности, но это опасно. Если вы хотите это сделать, выключите радары на своих истребителях, чтобы у врага было меньше шансов их заметить. Затем вы можете использовать маскировку на местности или облака, чтобы подкрасться к МиГ-23 и уничтожить его с близкого расстояния. Разъясню еще немного, почему мы можем атаковать МиГ-21 ракетами малой дальности. Потому что на вооружении МиГ-21 только Р-13 и Р-60 эти ракеты с наведением только в заднюю полусферу. То есть, когда наши самолеты летят к ним навстречу, вражеские самолеты не представляют для нас опасности, потому что не могут запустить свои ракеты. Поэтому мы можем их поражать даже ракетами малой дальности. Но это, конечно, в том случае, если все наши ракеты не промахнутся мимо цели и не смогут вражеские самолеты с нами сблизиться. Сейчас объясняю по поводу облаков, которые упомянуты в этом сообщении. Как можно понять, какие у нас облака, на какой высоте. Есть два способа. Первый. Вот мы наводим на точку на карте, на любую точку на карте. И у нас всегда подсвечивается подсказка, то есть координаты, расстояние от выбранной точки. А самая нижняя строчка идет weather, то есть погода. И вот здесь вот сейчас написано light middle clouds, то есть легкие средние облака и указанных высота. От 10 до 16 тысяч футов. Дождя нет. 25 градусов. Второй способ посмотреть, где располагаются облака, это выбрать наш самолет. Сейчас он немножечко отлетит от аэродрома. Выбираем наш самолет. Нажимаем кнопку F2. И вот в этом окне показана верхняя и нижняя границы облаков. Здесь уже высота не написана, но здесь хотя бы наглядно видно, где они располагаются относительно земли и относительно максимального потолка полета этого самолета. Вот, и когда мы задаем вручную высоту, мы вот этим ползунком можем перетащить, чтобы самолет летел в середине облаков, ближе к верхнему краю, ближе к нижнему. Иногда это полезно. Итак, мы уже идентифицировали один вражеский МиГ-21. А мы знаем, что сейчас на подходе должен быть еще один. Подождем, пока наш самолет до РЛО поднимется и обнаружат его. Видите, тип самолета поменялся. Теперь он не Бога. Теперь он МиГ-21 без фишбет. То есть полная у нас есть информация о том, что это за тип самолета. Вот мы обнаружили второй МиГ. Теперь надо их сбить. Мы можем сделать это вручную, как в предыдущих миссиях. Но предлагаю рассмотреть способ создания ударных миссий воздушного перехвата. Чтобы это сделать, нам не нужны никакие точки Reference Points. Нам достаточно просто выбрать меню миссий. Создать новую миссию. Или выбрать какого-то врага и создать новую миссию. Если мы выбираем какого-то противника и создаем новую миссию, то игра по умолчанию предлагает нам ударную миссию. Назовем ее Strike-1. Класс стоит у нас Strike. Включаю воздушный перехват. Тип воздушный перехват. Все, что нам нужно. Статус миссии активный. Самолет полетит ее выполнять сразу. Про миссии перехвата. Я предлагаю при создании миссии перехвата на каждый отдельный самолет создавать свою миссию и не посылать на перехват звенья из двух или более самолетов. Потому что по моему опыту они все время разлетаются куда-то в разные стороны. И дома, и ведущие пилоты. То есть один из них летит на цель, а другой бывает летит куда-то в сторону, начнет выяснять тип каких-то нейтральных самолетов, которые пролетают рядом. То есть пользы от этого мало. Лучше на каждый отдельный вражеский юнит создавать свою миссию и назначать на него по одному нашему самолету. Вот у нас открылось окно создания миссии. Здесь вот в этом поле у нас цели. У нас вот даже один МиГ-21 выбран. Нажимаем кнопку «Добавить его». Добавить выбранный юнит на карте. Вот он у нас добавлен и отображается здесь. Это опция стрелять только по запланированным мишеням. То есть когда наш самолет полетит на миссию перехвата, он не будет отвлекаться ни на какие другие даже враждебные контакты и будет сосредоточен только на своей цели, которая обозначена здесь. Рекомендую эту галочку ставить. Дальше. Здесь мы можем пока ничего не трогать. Вот здесь сейчас нам нужно выбрать, какие мы самолеты хотим отправить на миссию. Так как это МиГ-21, которые вооружены слабенькими ракетами с действием в заднюю полусферу, они нам не представляют большой опасности, поэтому предлагаю на эти миссии послать наши F-16, вооруженные питонами. Выбираем один самолет. Назначаем его на миссию. У нас вылезло предупреждение, что миссия не может быть начата, так как у нас вот в этом окошечке стоит два самолета, необходимых для миссии. Мы это меняем, ставим один самолет. Все. Как только мы закроем это окно, он полетит выполнять эту миссию. Точно так же создаем миссию перехвата для второго самолета. Страйк-2, страйк, воздушный перехват, активный. Добавить цель, только эта цель. Сразу поставим один самолет и добавляем точно такой же F-16 с ракетой Бетон-5. Все. Закрываем, запускаем время и смотрим, как наши самолеты будут уничтожать свои цели. Вот они взлетели. Мы видим, что один самолет у нас сразу полетел на цель, а второй полетел куда-то в сторону. Но он, в принципе, должен сменить курс и найти свою цель. Так, первая цель сбита. Проверим. Все, у самолета стоит статус вернуться на базу. Так, давайте проверим, почему у нас этот самолет куда-то в сторону полетел. Еще раз откроем окно миссии через Мишин Эдитер. Так, цель выбрана правильно. МиГ-21БИС-367. Самолет Суфа-4. Да, вот он. Но летит он куда-то в сторону. Возможно, это потому, что здесь вот стоит галочка о новом. Так, поменяем на враждебный и закроем окно. Вот видите, почему-то наш самолет выполняет какие-то непонятные маневры около нейтрального юнита Сесны 500. Возможно, это баг, потому что иногда бывает, что миссия немного глючит. Вот. Теперь он отвязался от этого самолета и наконец-то вспомнил, что у него назначена миссия перехвата и полетел ее выполнять. Давайте, пока он летит, мы здесь видим, что опознаны еще два вражеских самолета. МиГ-23 и Ту-22. Нам тоже нужно создать на них миссии перехвата. Давайте, начнем с МиГ-23 как представляющего наибольшую опасность. Создаем миссию Strike-3. Так как он вооружен ракетами R-23 представляющими опасность, думаю, что мы на эту миссию отправим самолет вооруженный ракетами АИМ-7 Спиррол с достаточно большим радиусом действия. Да, выбираем один самолет и вооруженным четырьмя ракетами должно этого хватить, чтобы сбить один МиГ-23. Все, закрываем и создаем еще одну миссию для Ту-22 МР. Strike-4. Я пишу название миссии просто для ускорения. В принципе, когда вы играете и у вас миссий много, логично их называть так, чтобы потом было наглядно видно, для чего эта миссия, чтобы не запутаться самому. То есть, мы бы могли давать это примерно так и назовем страйк Ту-22. Мы сразу увидим, что это за миссия, на какой самолет она направлена. Открываем окошко. Ту-22 МР у нас не имеет никакого ракетного вооружения, не предоставляет особой опасности, поэтому на его перехват мы отправим самолет попроще. Вот тот же F-15, но всего с двумя ракетами Sparrow и с двумя ракетами Sidewinder. Выбираем один самолет. Так, надо не забыть добавить этот юнит как цель. Все. Закрываем окошко и следим, что будет происходить. наш F-16 должен сбить свою цель и должны подняться два самолета с аэродрома навстречу новым обозначенным целям. Да, МиГ-21 наконец-то сбит и наш самолет возвращается на базу. Объясню, в чем преимущество создания миссий. Когда у вас много целей, вам и нужно будет вручную осуществлять микроменеджмент своих самолетов. Достаточно создать несколько миссий миссии. И уже пилоты полетят выполнять эти миссии без вашего контроля. То есть они поднимаются, ложатся на курс перехвата, уничтожают выбранный самолет и автоматически возвращаются на базу. вот мы видим, что у нас еще раз самолет полетел куда-то непонятно скоро. так, мы-ка посмотрим. Так, а вот этот самолет должен был быть назначен как раз на перехват МиГ-23. А так как его уже сбили, он возвращается на базу. А вот этот самолет должен был назначен на перехват Страйк Тул-22. Сейчас проверим. Да, вот дело в том, в чем. Этот самолет оказался в зоне поражения и поэтому наш самолет сразу его сбил. Но теперь так как он думает что у него осталось мало ракет он вместо того чтобы выполнять свою миссию решил вернуться на базу. Мы всегда это можем исправить. У нас сейчас есть в воздухе уже два самолета и один вражеский самолет не вооруженный ракетами. Что мы делаем? У нас оба самолета возвращаются на базу. Мы можем одному из них отменить приказ возвращения на базу. Для этого английскую вот все приказы отменяются у него появляется статус неопределенный то есть без приказов теперь мы можем уже вручную отдать ему приказ уничтожить самолет все миссия закончена мы уничтожили все уничтожили все вражеские самолеты научились делать ударные миссии воздушного перехвата увидели что у них есть свои небольшие баги и проблемы я надеюсь разработчики в будущих патчах будущих версиях немного подправят эту систему если это видео оказалось для вас полезным прошу поставить лайк и подписаться на канал это поможет его продвижению и поможет другим интересующимся игрой Command Modern Verations легче найти эти видео